26 мая в конференц-зале областной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина состоялась презентация новой книги, посвященной природно-сырьевому потенциалу нашего края «Природные минеральные ресурсы Восточного Казахстана» кандидата-геолога минералогических наук ветерана Алтайского геолого-экологического института Геннадия Дмитриевича Ганженко. В книге автор в хронологическом порядке рассматривает различные периоды развития геологии в нашем регионе, интересно и живо описывает природу Восточного Казахстана, приводит любопытные подробности из кочевой жизни легендарных романтиков 70-х. В ходе презентации Ганженко поделился с аудиторией тем, как ему работалось над новой книгой, как выстраивалась хронология ключевых событий, как подбирался иллюстративный материал. Разделить радость выхода книги с автором пришли друзья и коллеги Ганженко, начальник геолого-разведочной компании ТАПАС Соляник, геологи Мамин и Городко, сотрудник кафедры геология и горное дело Восточно-казахстанского технического университета имени Серегбаева, мизерная и другие. Соратники поведали о любви Геннадия Дмитриевича к геологии, от первого лица рассказали о своей романтичной профессии и ее традициях, вспомнили курьезный случай из своей геологической жизни. Институтное исследование ученого Геннадия Дмитриевича изложено за области в многочисленных научных отчетах, а их более 150. Опубликовано 12 монографий, 3 справочника и 113 научных статей. Геннадий Дмитриевич почтался с почетными грамотами и благодарностями Министерства геологии СССР, Казахстанской Академии наук Казахстана, награжден нагрудным знамом отличных развед и ненависть в Публике Казахстан. Дипломом и медалью почетно разведчики не до Республики Казахстана. Также является обладателем диплома и медали первооткрывателя Республики Казахстана. Еще раз поприветствуем Геннадия Дмитриевича. Геннадий Дмитриевич, кто возложил интерес к этой науке и как вы поняли, что хотите стать геологом? У меня не было особого выбора с этой специальности. Отец мой работал горняком в Мур-Махайском руднике, это в 6 километрах от Таргына. Я в Таргыне располагалась в геологоразведочной экспедициях. При этом я знаком непонаслышке с этой отраслью. Тем более на каникулах после 10-го, 9-го класса работал, подрабатывал в Ольгерской партии. Так я познакомился с геологической ворогой. После окончания Таргынской школы в Лениногорске техникум в органы по ульгерски поступить. О защите диплома в техникуме председателя комиссии. Кирилл Таргынович Ермолаев предложил мне работу. Он тогда назывался Алтайский институт горно-металлургический научно-исследовательский институт. Он располагался в городе Оргенск-Лениногорске, а в Лениногорске находился филиал. И лаборатория его аналитической геологии и георганизации нервов. У меня было предложение с Таргынской экспедиции в Алтайце медразведку, но я предпочел в Алтайский институт. Сразу же поступил заоченно в Томский полиотехнический институт и работал, занимался деметризацией с кругом и вещественного состава Лениногорской месторождения. И параллельно с этим, под руководством ученого Николая Ивановича Бранцова изучал минералогическое изучение крупных минералов, осваивал. Ну и этот профиль у меня сохранился в моем последующей жизни. После окончания Томского института я вернулся на работу в 1964 году. В Центральную геохимическую банку Восточно-Казахстанского геологического управления. И через год работал ученицем, возглавляя группу сотрудников по изучению минералоги и геохимии руд на месторождениях, представляемых запасами руды и металла в ГКЗ СССР. В 1973 году, ну, 1900, защитил кандидатскую диссертацию по месторождениям Чингиза. И по предложению того же Кирилла Ивановича Ермолаева я вернулся снова через 10 лет в Алтайский, уже назывался Алтайский институт, в этот же институт, но уже на должность старшего научного сотрудника а с 85-го года заведующего лабораторией комплексного исследования минерального сырья и в ней работал до выхода на эндин. Вот так я стал к идиологам. Мне очень приятно видеть в этом зале своих бывших студентов, своих настоящих студентов из-за своих будущих студентов, которые пришли к Наталье Петровне, друзей Геннадия Дмитриевича. Хочу сказать, что эту книгу, пожалуй, я была одним из первых человек, который ее прочитал. Это по-настоящему уникальная книга. Знаете, здесь собрана вся история Алтая. Ни в одной, ни в одной публикации, монографии книги я не увидела столь подробной. И самое главное, настолько идущая от сердца повествование, что, я думаю, вы будете читать ее как художественную литературу. Это как территория Куваева, понимаете? Ну, только, может быть, без сюжета там такого, завернутого. Я очень рада, что эта книга вышла в свет, потому что Геннадий Дмитриевич, он из поколения геологов, первый открыватель. Это люди, которые сделали благосостояние нашего восточного Казахстана, и не только восточного Казахстана. Весь наш Казахстан, в общем-то, держится нам именно на Алтаре. Спасибо. Ну, я буду кратко. Книгу, к сожалению, я еще пока не прочитал, но думаю, что это очень ценная книга для ее логика, для действующего, так и для будущих пилотов. Поэтому я желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать писательскую деятельность. И мы надеемся, что вы еще напишите много книг про восточный Казахстан. Действительно, вот он, восточно-казахстанский геолог. Вот он родился здесь, в Торгене. Вот он ходил в школу за много километров земное время, он туда не в Торгене, а в заимки, через горы ходил сюда, в школу. Вот, все, вот это его. Ну, и он уже таким был энергичным, так сказать, шустрым, что он даже в школьные годы убил медведя, да? Который там задирал скот, ему за это большую прибыль давали. И вот он такой ясно, наверное. Он может часами сидеть в лодке, меня уже спина не выдерживает, с удочкой, с дружем уже мало, мало ходит. Вот, но нужно много-много говорить. Он ездил, он даже когда ездил на много, ну, такие-то, он сам уезжал за границу, там, родственников жил, в Португалии, Швейцарии, он не бросал работу. Он сотрудничал с Костынком, бесконцаем, шлал материалы по геохимии, по генерологии. Ну, вот так вот и сейчас, вот до последнего. Пожелаю Геннадию Дмитриевичу дальнейших творческих лет. Геннадий Дмитриевич, все. Спасибо. Презентацию гармонично дополнила тематическая выставка из фонда библиотеки «Геология и вдохновение и труд» о развитии казахстанской геологии в фактах, документах и фотоматериалах. Выставку великолепно проиллюстрировала коллекция минералов и руд из личной коллекции Ганженко. В презентации новой книги приняли участие практикующие геологи, старшеклассники и студенты. И как знать, быть может, после встречи с такими увлеченными своей профессией людьми, кто-то из сегодняшних школьников станет в будущем известным геологом, романтиком дальних и трудных дорог. Я желаю вам здоровья побольше, чтобы вы написали еще какую-то интересную книгу. Я эту книгу много представила, посмотрела, я не обязательно. Это будет моя настольная инструкция по нашим восточно-газанским бестеррождением. По нашим бестеррождением в основном. Большое вам спасибо за эту книгу. Она очень информативная. Поэтому здоровья вам побольше. И еще одну из этой книг. На тех времени буду ждать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok